И вот своя, это такой разный вкус, я вам скажу, спасибо за туфельки, спасибо за розочку, Алексей. Саранча. Что за саранча? Вам просто писать нечего, вы слова на бум пишете? Спасибо большое, Финляндия. Очень приятно. Да. Алиса дальше. Алиса дальше. Опять дождь пошел. Сколько лет? 24. Алиса дальше. Бабушка звонила. Не, опять я сняла. Выглядишь намного моложе. Спасибо, что не старше. Как школьница. Сейчас не определишь, где школьница, а где взрослая. На школьницу смотришь, 30-ку даешь. На меня смотришь, человек, который закончил школу, закончил колледж. И вообще не дашь, 24-х. Вот оно время. Лучше выглядеть моложе, чем старше в своей 13. Девочке 13, она на все 28. Жопа какая-то. Надень школьную форму, будешь школьницей. Зачем мне это надо? У меня детство в жопе не играет. Я свое окончила. В форме находилась. Зачем мне туда лезть? Ко мне и так, вон, пытаются подкатывать. Школьники сравнивают. Я говорю, ребятки, я вам тетенька, и сидеть мне не хочется. Ну ты же красивая. Молодая. Я говорю, спасибо. Вот туда не хочется. Алиса, дальше. До 16. Сейчас скоро перерыв будет, поэтому... Да, тебе тоже не скажешь, сколько лет. 24 минут. Сейчас запомните, те, кто выглядит молодо, им точно за 20. А кто выглядит старше, им точно 13-15. Не ошибется. Ко мне на днях подкатил мужик. Я шла, кстати, в этой майке. И переходила дорогу, и чел нарушил правила дорожного движения. Я остановился. И такой, можно познакомиться с вами? А он такой взрослый. Ну, лет 30, может, 32 ему. Не знаю, примерно. Плюс-минус, может, борода, конечно. Может, приукрашивает его. Не знаю. И я говорю, я замужем. Я не замужем. И он так обматерил свою машину. А я ходила и угорала. Шла и угорала. Просто шла и угорала на всю улицу. Да так громко. Он пытался. Ну, как бы, да. Мата из него была препятствия. Детство вот так вот просто. Обломали человеку кайф. Я даже не помню, какая у него машина была. Помню цвет машины серый. И все. Да и лицо я его особо не запомнила. Не приглядываюсь. Помню, борода была небольшая, такая щетина. Даже цвет глаз не помню. Обычно я когда смотрю на человека, я запоминаю все. А тут я ни хрена не запомнила. Видимо, и правда был неинтересен мне. Потому что я ходила в магазин вот за этими жалюзями. И как-то мне было не очень. Я вообще никогда не смотрю на людей, в основном, сейчас. В метро, если поеду, я не смотрю на людей. Вообще, зачем на них смотреть? Я посмотрю на кроссовки, на одежду. У меня с детства, кстати, эта фигня. Я помню, всегда, когда я ездила в метро, я садилась и всегда смотрела, у кого какая обувь. Всегда. Всю свою жизнь я смотрела на сраную обувь. Не на человека, а на обувь и одежду. Понимаете? То в каких кроссовках, то в каких тапочках. Что за название. Где, если что, купить там, если мне вдруг что-то понравилось. Вы знаете, я как будто на выставке, где я подбираю себе какую-то обувь. И вот если мне она понравится, я ее запомню, найду в интернете и куплю. И я такая, ха! А в детстве я запоминала это для себя. У нас не было телефона, интернета. Я запоминала у себя вот здесь вот. И потом, когда приходила в магазин, я их находила. Те кроссовочки, которые я хотела. Это, конечно, проблематично было вспомнить, как точно они выглядели. Но примерно я находила. Плюс, ты тоже, да, такой фигней занимаешься? У меня подруга была, говорила, что может замутить с кем хочет. Парни с другими через месяц. Это ее какая-то проблема, я не знаю. Может, она просто девочка на одну мучку, кто ее знает. Есть люди, которые жаждут отношениями до конца своих дней. Вот однолюбый. Я однолюбый человек. Есть люди, которые поигрались, и до свидания. Однолюбым быть проще. Вообще-то. Одного полюбила навсегда. И никак иначе. И надо искать однолюбу-однолюба. Тогда это ваша настоящая пара. А есть, которые просто к серьезным отношениям. Но не факт, что...